Ага, поверили? Перед этим, как мы поедем, было вот это Я поехал Так, рассказывал, что с правами? Права пока остаются у меня Пока полностью не закончится вся эта история Не буду ничего подробно рассказывать Как только все это закроется, закончится Придем к какому-то общему знаменателю Либо не придем Я обязательно вам все расскажу Сделаю прям отдельный выпуск Поделюсь этой своей историей, своей практикой Я думаю, что многим это будет нужно Учитывая, что, как я понял, я не один в такой ситуации Водительское удостоверение пока остается у меня Поэтому мы двигаемся на юг Выезжаем мы в 8.40 Вообще планировали пораньше Планировали выехать в 7 Я встал, но опять что-то пошло не так У нас примерно полбака Хватит на 400 километров Поэтому заправляться мы будем чуть позже Ехать нам традиционно до Краснодара Порядка 1300 с копейками Очень надеюсь, что сегодня вечером мы будем там Поехали! Очень радует то, что мы вот уезжаем Хоть и плюс 8 за бортом Но, по крайней мере, светит солнышко Дождик не идет Наш путь начинается вот с такой вот пробки Это прямо на районе, чтобы нам добраться до южного обхода Вот такая вот история Жесть! Пробка аж бордовая Съезжаем сейчас на М2 Раньше мы ездили по М4 полностью от самого Подольска То сейчас мы стали ездить по М2 через Ефремов По времени выходит почти то же самое Ну, здесь ехать минут на 30 дольше И экономишь деньги А дальше уже будем смотреть по ситуации дорожной Потому что бывает такое, что платная М4 стоит серьезно Я это показывал как раз в предыдущем видеоролике Когда мы ехали на юг, потом развернулись Мы уже в Ростовскую область и поехали обратно Там платник стоял в сторону юга просто тренде Вот эта часть дороги М2 мне очень нравится Потому что здесь тоже автомагистраль Можно выставлять машину на круиз-контроль И ехать с такой же скоростью, как и на платной дороге Отправляясь в путешествие, мы, как правило, подыскиваем себе жилье Если не ночуем в машине И на самом деле это всегда очень важный вопрос Ведь квартиры бывают разные Черные, белые, синие, красные, как говорится, да? И, конечно, не хотелось бы влипнуть в такую историю Когда ты приезжаешь, где-то бронируешься к квартиру Приходишь, смотришь, а квартира так себе Так вот, друзья, для того, чтобы это не происходило Пользуйтесь нашей рекомендацией Мы всегда используем сайт Суточно.ру Там подборка достаточно классная Ребята, которые задают жилье, они проверены Есть даже статус суперхозяин Есть отзывы, есть комментарии Есть реальные фотографии И администрация платформы, конечно, за всем этим следит Всегда, когда мы арендуем жилье Всегда пользуемся именно этим сайтом А еще при бронировании через сайт Суточно.ру Вы получаете кэшбэк 30% от общей суммы проживания На ваш личный счет в Суточно.ру после поездки Используйте бонусы, чтобы оплатить до 10% от общей стоимости При следующих бронированиях на Суточно.ру Для того, чтобы ваши путешествия были еще комфортнее Я дарю вам свой личный промокод на скидочку 1000 рублей при бронировании через нас и на сайте Суточно.ру Ссылочку я оставляю в описании. Обязательно бронируйте и путешествуйте А мы едем дальше Видите светофоры? Видите дорогу? Лево-право? Короче, я тут ехал Вспомнил про свои наушники Решил их одеть И позвонить с Амбат в Смоленск Мы общались-общались почти час В итоге я потом понимаю, что какие-то незнакомые места В итоге я уехал не туда По идее мне нужно было ехать вот так вот напрямки в Тулу А я получается, видите, такой небольшой крюк делаю Ну и ладно, как говорится Все, мы вернулись Едем, продолжаем по М2 Короче, немножко я задупел Вот, собственно, мы уходим с М2 До М4 Нам ехать 90 с копейками километров Пляшут стоят Мы остановились Буквально на 5 минут Размяться немножко 250 километров мы прошли Вот такой карман Еще мы в тот раз ехали Я хотел сюда заехать Посмотреть, как здесь подсолнухи уже доцвели Видите, они всю голову уже так наклонили Бумаги здесь, конечно, общественный туалет А-а-а, да нет еще Ну вообще семечки выпадают О, сырые такие Скоро будут уже собирать Так, ну все Я сейчас быстро кофе попью И можно дальше ехать Уже 14 градусов Чувствуется, что едем в тепло Но ветриша здесь Лютый Наверное, потому что поле Кофеек еще дома набирали В термос Мы тут остановились Там, видимо, дорожные работы Какая яблоня Посмотрите Вот такие вот крупнейшие Буду подойти собрать их Вот, собственно, про что я говорил Видите, здесь вот эта полоса закрыта И пускают по одному Реверсивка Мы заехали в Ефремов Здесь нам нужно заправиться Потому что у нас уже горит лампочка И пишут, что нам хватит это на 55 километров А проехали мы от дома 286 километров В пути мы уже 3 часа 28 минут Вообще здорово, когда компьютер все пишет Тебе просто нужны кнопочки Поюзать И вся информация есть Перед самым съездом на М4 Есть заправка Сюда заезжаем И нам нужен дизелетчик Открываем полный бак И продолжаем ехать Ну вот полный бак 85 Подъезжаем к первому платнику Это, который, получается, в объезд Ельца идет Здесь он стоит 220 рублей Вот, а если второй класс 260 Почему если второй класс То если мы, например, идем по транспондеру То машина учитывает как второй класс Я в прошлом видеоролике об этом рассказывал И даже и показывал Ну что, начинаем считать Денежку Сколько он у нас снимет Так, этот закрыт Этот нормально А ладно Буду здесь стоить 220 рублей Очередной платник Первые четыре окошка Транспондер Повторюсь, что я больше по транспондеру не езжу И не буду ездить Пока спит только Радюшка Как же меня сильно раздражает вот эта вот история Вот они едут Я не знаю уже Минуты две, наверное, друг друга обогнать не могут То один ускорится То этот притормозит Короче, вообще И вот ты едешь по платнику И таких ситуаций, на самом деле, очень много Едешь по платнику И вот 80 километров за ним Идешь Наконец-то Это маленькая победа твоя Вот, все, открылся Спасибо Вот так вот здесь, в автоматическом режиме Открывается Если шлагбаум не открывается То, значит, она сканирует чек Вот у меня отсканировала Но пока сканировала Шлагбаум сам открылся Ладно, двигаемся дальше Наша задача сейчас найти еды Наша задача сейчас пообедать Потому что время уже 2 И, конечно, кушать уже хочется Учитывая, что мы особо-то не завтрак И так пока едем, что-то хватаем Надо полноценно пообедать Так, мы заехали в Воронежскую область Ищем еду Но ее пока нету Только мы въехали в Воронежскую область Здесь есть кафешка И еще есть, если что, кому надо будет Автомагазин Я ценники сфотал Но я не знаю Сейчас будет Настенька одобривалась Пойдем мы сюда или не пойдем Так, я сфотал цены Посмотришь? На Во, какие интересные ТПСники сразу стоят Прям на... После пункта ни разу такого не видела Три половины Ну да, что-то кошмарят Этот платье 70 рублей Учебный год начался И для многих родителей Конечно, это целая проблема Да, что там для родителей Для всех учеников, студентов Это целая история Особенно, когда приходит время Задавать контрольный Либо сессию Как правило, эти моменты Подкрадываются незаметно А задавать нужно И как здорово, что мы живем В современном мире И я хочу вам порекомендовать Такую платформу Которая называется Автор24 Здесь собраны более 300 авторов Экспертов Которые помогут решить Любую учебную проблему Контрольные курсовые Дипломные работы Рефераты Эссе Учитывая, что на платформе Такое огромное количество авторов Это позволяет быстро найти Своего исполнителя Лично обговорить цену И сроки выполнения работы Можно выбрать помощника По цене, рейтингу и отзывам Бесплатная корректировка Выполненной работы В течение 20 дней После выполнения заказа Гарантия сохранности Денежных средств Во время исполнения работы И в течение 20 дней После ее сдачи А для того, чтобы Попробовали этот сервис И убедились в его качестве Я даю вам свой личный промокод На сумму 550 рублей На первый заказ Забирайте его В описании под этим видеороликом Так, очередной платник А вот после этого платника По-моему, мы уже будем кушать 190 рублей стоит этот платник Да И снова стоит А у меня дощупок И снова стоит полиция Вот, смотри, одна полиция Да Мы заехали все-таки кушать в помпончик Ну, потому что Не потому что мы его любим На самом деле Уж в последнее время не нравится Он нам и ценный И не особо вкусный Но из-за того, что Есть на трассе в каком-то кафе Не очень-то и безопасно Во-первых, можно отравиться А во-вторых, случаев Когда тебе что-то там подмешивают А потом тебя останавливают Проверяют, а ты как бы типа в алкогольном опьянении Таких случаев дохрена Здесь есть такая беседка Мы сейчас лопату поднимем Сделаем свой чай Бутерброды И в помпончиках купим только суп Где бы мы не останавливались Всегда найдется пес Которого надо покормить Такая прикольная Сейчас мы что-нибудь тебе дадим У нас есть колбаса Попозже тебе дадим похавать, ладно? Хосик, парбосик Дай Вот так мы расположились Здесь у нас и греется чаечек Сейчас сделаем бутерброды Чай нальем Кто вот впервые попал на шканал У нас модуль Это я сам все делал Вот тут стоит бьюч Холодильник Вот, собственно, полностью вооружены А вот тут вот С этой стороны У нас бак Он же душ Сюда прикручиваем лейку Для душа И можно принимать душ Либо что-нибудь помыть Так Остался один момент Отойдите пока Смотрите Мы вот так вот Раздвигаем наш стол Дальше мы Нажимаем Эту штуку И у нас получается Стол И вот так вот У нас все получилось Да, Родик Да, Родик? Правда, то, что Очень холодно На самом деле Вроде 15,5 градусов Но ветер Трындец Не прошло и 20 минут Как мы заезжаем Снова На Платник Да, я бы, конечно, С удовольствием Проезжал бы по транспондеру Но учитывая, что он Во-первых Как-то странно у них работает Во-вторых Он считывает машину Как второй Как второй класс В Воронежской области Мне так нравятся Вот эти вот Горы По-моему, они Меловые Вообще В Воронежской области Знаю, что даже Здесь какие-то скалы Но вот этот участок дороги Он прям очень живописный И гляньте, как Ленька Иногда Проезжая здесь Можно увидеть Как копают мел А, вот как раз Мы это сейчас увидим С вами Видите, вот там вдалеке Трактор стоит Вот он копает Все это дело Смотрится, конечно Круто А вот здесь Вот Перед Павловском Я решил, что Нужно уйти На бесплатную Дорогу Во-первых Потому что Они прям параллельно А во-вторых Вот здесь вот на платнике Как раз часто бывают пробки И как раз сейчас Такая пробка есть Она, конечно Здесь слабенько Обозначена Вот так вот Но по факту Может получиться, что там сейчас Триндец Поэтому во избежание И всей этой истории Едем вот здесь Кстати, этот участок Будет стоить 330 Поэтому сэкономим 330 рублей Какое здесь Необычное покрытие дорожное Бетонные плиты Лежат Прикольно А слева справка Огромные Парковки Ну вообще Для фун Конечно Ночные такие базы Огромная Просто плочная Еще здесь Здорово, что В населенных пунктах По сути Есть все То есть Можно увидеть Недавно проехали Населенный пункт То есть Наверное Четыре такого нету А здесь И выбор кафешек И Магазинов различных И автомагазинов Короче Куча всего Вот, кстати Слева идет Платная дорога Справа идет Бесплатная дорога То есть Мы едем по бесплатным Постоянно говорю Что здесь Такая интересная тема Что Здесь просто Люди все стараются Прижиматься на обочину И без проблем Надо дать тебе Обогнать Вот И это, конечно Упрощает Горазное Движение Вот О чем я и говорил В прошлый раз Вот Они Мучаются Друг друга Обгоняя Вообще И вот И с ними Мучаешься Это мы, кстати Стали На общую трассу М4 То есть Платка Сняется Бесплатка Единый идет Нифига себе Чувак Везет Что-то Непонятное С размером Машину Тебя же Остановить должны Это мебель Видите, так переводят Мебель Так, ну вот у нас Небольшое затруднение Здесь На М4 Видите, асфальт перекладывает Поэтому немножко Придется Подтолкаться А немножко Это Вот столько Здесь Слева Справа Все строят Обновляют Отбойники Делают Освещение Видите, справа Видимо Тоже будут Расширять Слева Аналогично Парковочные Веста Зону Отдыха Тоже Строят Прям Новенькое Это Вот Собственно Пропите Что мы Толкались Проехали И вот Такая Массовая Реконструкция М4 Идет Вот так Вот В заляпанном Стекле Видно Солнышко Наконец-то Оно Появилось Как мы По нему Скучали Серьезная Проблема Москвы Что там Почти Не бывает Солнца Всегда Какая-то Серость 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 И вот Мы Приближаемся К югу Нам осталось 500 Скобейками Вот С таким Солнышком Нас встречает Как раз Ростовская Область Вот Мы только В нее Въехали Слева Справа Две Заправки Может Кому-то Эта информация Пригодится До Краснодара Нам 580 Километра Летом Едешь Эти все Поля Бескрайние Но Желтого Цвета А сейчас Они Сотрите Поля В черную Точку Потому Что Подсолнухи Уже Созрели Их Пора Собирать И Выглядит Это Конечно Уже Так Себе Зато Вкусно Мы Едем Уже В Ростовской Области Подъезжаем Камец Шахтанскому И знаете Я хотел похвалить Ростовскую Область Что они Сделали Дороги Ну То есть Вот раньше Мы ездили Это был Какой-то Ад Здесь Вообще Всадить Тачку На Раз Два И Поначалу Когда мы Только Объехали Нормально Была Дорога Реально Вот Они Большими Такими Квадратами Перелатали Дорогу Золотали То есть Не полностью Покрытие Снимали А Это знаете Кусок 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 И едешь Просто Триндец А вот Сейчас Ближе к Каменску Шахтанскому Подъезжаем Видно Что Правая Полоса Как была Ну Так сказать В не очень Состоянии Она В принципе Так и Остается Но Посмотрим Что будет Дальше Заехали Мы в Шахтанске Здесь Короче Они Как Копали Так и Копают Ну Развязку Достроят До сих Пор Все Это Дело Двигается Не знаю Возможно В следующем Сезоне Следующим Летом Здесь Уже Будет Неплохо Я надеюсь Но Это Не точно Сейчас Посмотрим Как там Бывшее Батайское Кольцо Поживает Там Ну Тогда Мы еще Ездили Было Неплохо Аж Эстакада Просто И все Залетели На Автомат Страли Краснодар 309 Новороссийск 515 Там Еще Геленджик Недалеко Ну Что 300 300 Километров Я За 3 Надеюсь Что Доедем Если бы Вот до самого Краснодара Была бы Вот такая Скоростная В магистрали Это было бы Конечно Великолепно Мы посмотрим Как там Будет дальше Так Мы в Оксае Смотрите Любимая Развязка Наша На Краснодар И посмотрите Здесь Сделанный Освальд Здесь буквально Недавно Были Такие Ямища Молодцы Молодцы Мы Сейчас Подъезжаем К платнику Пункту Взывания Плата Это Короче Получается Этот платник Классный Потому что Альтернатива У него Это через все Станицы Вот вообще Не вариант Здесь Конечно Прям Обязательно Лучше Проехать Тем более Стоит Он Так Сколько Вот стоит 65 рублей Будет нам Стоить Вот Да по-моему Там впереди Нас еще Тут платник Сейчас посмотрим Есть Вообще Пикнул Что-то Ага А можно Да Все Спасибо Блин Прикиньте У меня Транспондер Убран В сумке Под креслом И он Сработал Представляете Охренеть Можно А там Причем Он сейчас Сработал По второму Классу 105 рублей Видели Сейчас Табло Было И вот Как это Я не знаю Пересчитает Он не Пересчитает Я не знаю Вот про Что я Говорил Прикол Да А когда Там Мы ехали Он не Сработал Да Ну Такие Дела Блин Как я Ненавижу Это М4 Вот Там Сразу Покажу Видите Считал 105 рублей Второй Класс Вот Так Про что Я говорил Уже В выпуске Ну что У нас Отличные Новости Ух Смотрите Какая Стелочка Красивый Стоит Краснодарский Край И мы Заедем Сейчас Заправим Здесь Машинку Еще На 1000 Рублей И Сходим В туалет И Так Хопа Блин Как круто Краснодарский Рай Что Хотите Сказать Дизеля Нету Что А нет Дизель Есть Это Хорошо Ну вот И все Мы Въехали В наш Любимый Краснодарский Край Точнее Рай Сейчас Такой Панер Висел В хэштегах Жара Круглый Год Ну и конечно Не про Нашью Жары Прямо Как Такого Нету Но Тем Не Менее Самое Теплое Место На Стране Так Здесь Такой Сразу Буст Краснодарского Края Я транспонтер Убрал Куда Подальше Чтобы Он По нему Не Считывался Так Едем За Наличку Как Обычно Так Вот Отлично У нас Пусто Заезжаем Блин Посмотрите Что Делаете Здрасте А он У меня Второй Пункт Присчитывает Как Второй Класс А как Обменять Я Вам Не Погон Менять Надо Убрать Полосы Убрать Транспонтер Чтобы Не Открыть Так А я Его Убрал Он У меня Вообще Под Сидушка Лежит То То Есть Техподдержку Тоже Никак Написать Техподдержку Никак Не Написать Я Понял Ладно Пиздец Ну вот Прикиньте 240 рублей Блин Я его под Сидушку Убрал Прикиньте А он У меня Все равно Считал А когда Шлагбаум Ударил По Башке Ничего Не Было Вот Прикиньте Как работает Эта История И вот Я сейчас Спрашивал Стоял У нее Как раз Как мне Вообще Решить Вопрос Чтобы Он Пересделал Пересчет Никак Техподдержка Вам Не поможет Вообще Нормальный Да Так Мы подъезжаем Еще к этому Платнику И вы знаете Я Честно Никогда Так Не заморачивался А Сейчас Я понимаю Что Самые Дорогие Платники Это В Краснодарском Крае Они Все За 200 рублей Ну Выше Чем 200 Вот Этот Сейчас Будет Платник По Первому Классу 220 Что Немало Но Но Этот Платник 220 Да Но Вот Этот Объезд Краснодарского Края Вот Этих Станиц Он Точно Нужен Вот Лучше По 7-4 Ехать Ехать По Бесплатки Но Здесь Лучше Всего Пройти По Платке Так Сейчас Попробуем Вот Пожалуйста Все Как Положено 220 Рублей Все Нормально Так Ну что Значит Долгожданная Развязка Джунга Новороссийск Налево Налево Крымский Мост Нам Нужно Ехать Прямо На Краснодар На самом деле Все Мы уже В него Заезжаем В Краснодаре Мы не были С конца Марта Представляете Мы его как-то Объезжали И вот Мы снова Тут Класс Двигаемся Уже По Ростовскому Шоссе И раньше Мы Всегда Вот сюда Сворачивали Вот в эти СМДшки Там Сонька Жила В доме Кто давно Сидит Знает А сейчас Она переехала Мы уже тоже Как-то в выпусках Показывали Еще весной Куда она Переехала И мы едем Собственно Туда Это не совсем Далеко отсюда Это буквально 12 километров Тоже В городе Только чуть В другой Стороне А еще Кстати Классно Что на Ростовке Изменили Скоростной режим Раньше Здесь было 40 Здесь знак Не снял Сейчас Висит Снак 70 Это Не может Не порадовать И Собственно Мы Заезжаем В Краснодар Ребята Спустя 15 часов Вот так Впереди Камера На 40 Вот Я немножко Погорячился Что Изменили Скоростной режим Нет В черте города Так и оставили Здесь 40 Мы Добрались Короче Знаете Что хочу сказать Что Люблю Эту машину За то Что Сколько Бо Ты Ни километров Не промотал Не проехал Ты вообще Не устаешь Ну вот Попа Прям идеально Спина Идеально В Мерси Волива Всегда 800 Километров И задница Болит Здесь Классно Мы выгружаемся Эй потише Потише Пожалуйста А у Артема Кое-что случилось Пока спал Прикиньте Смотрите Что это Ну-ка Положи Давай Прикинь Ну-ка Открою У нас даже Проснулся Мерончик Смотреть Хочу вам Показать Какая у него Эта футболка Бодик Ты приехал К себе на родину Там где родился Да Молодец В общем Что касается Суда Расскажу вам Уже в отдельном видеоролике Потому что пока История еще не закрыта Поэтому Как говорится Продолжаем переживать Вместе Что касается Платных дорог Вот тут вот Оставляю сумму Которая Вышла Все Будем отдыхать Хочется спать Вот Мы с вами прощаемся Тихо ты Тихо Тихо До нового видеоролика Пока Редактор субтитров Редактор субтитров